Всем привет ребят! У Федора уроки классные! А еще он делает сайты и видеопрезентации на заказ. Недорого, качественно и в срок. Все ссылки в описании под этим видео. Переходите, заказывайте! Всем привет! Меня зовут Федор Васильев. Мы продолжаем с вами разбираться в мощном компоненте каталог товаров под названием DJ Katalog 2. И в этом уроке будем настраивать сайдбар. У нас в сайдбаре с вами уже есть логин форм. Мы с вами также позже им займемся. В сайдбар я хочу вам рассмотреть в этом видео дополнительные модули. Я хочу разместить здесь отображение категорий. и фильтров. Что за фильтры? Все вы увидите в этом видео. Итак, в админке нашего сайта давайте сначала познакомимся, перейдем в расширение модулей. Смотрите, те модули, которые установились вместе с компонентом DJ Katalog 2. Они у нас не опубликованы. Вот я выбираю вот здесь вот не опубликовано. И там, где модуль, вот название в начале, видите, DJ Katalog 2 идет, это все дополнительные модули, которые мы можем использовать по назначению, а которые, например, нет, если нам они, например, не нужны. И, наверное, мы не все будем с вами рассматривать модули в рамках данного курса, но рассмотрим самые важные модули. Например, DJ Katalog 2 категории. Давайте сначала посмотрим категории. Заходим внутрь, сразу его включаем, выбираем позицию. У нас это левая колонка, поэтому в нашем шаблоне GM Appartments мы с вами ищем название позиции модуля Left Column. Левая колонка, выбираем ее. Привязку. Ну, выбор категорий, в принципе, можно сделать привязку на всех страницах. Тут уже на ваше усмотрение. Здесь раскрыть категории, да, нет. То есть, если категорию, чтобы уже была раскрыта, давайте пока скроем. Сейчас я вам покажу, как это будет. Макет списка, стандартный список, спадающий. Сейчас посмотрим. Категория. Ну, отображать, как бы, корень. То есть, все категории будут видны. Или выбрать какую-то одну категорию. То есть, это наша категория с вами. Canon, Recam, то, что мы с вами создавали ранее. Счетчик товаров я бы выставил показать. То есть, это рядом будет циферки. Показано, сколько в данной категории находится товаров. Ну, и заголовок. Можете как-то назвать. Я напишу категории. Нажимаем сохранить. Идем на сайт, обновляем страницу. То есть, где бы мы ни были, на главной или где-то в категориях, появляется блочок категории и спадающий список. Вот такой, да. При выборе нужной категории страница обновляется. Показывается то же самое страница с товарами, что и вот здесь, если отсюда перейдем. Соответственно, сейчас спадающий список. Если посмотрим настройки стандартные, конечно, мне нравится больше. Сохранимся. Давайте. То есть, вот так вот, смотрите, категории. Вот они, категории. И счетчик рядом, да, показано, сколько в категории товаров. Это можно расценивать что-то вроде меню. То есть, бокового левого меню. И как, например, можно еще это использовать. Я сейчас вам дам просто мысль, возможно, как это можно использовать. То есть, смотрите, допустим, перейдем в наш компонент. Перейдем в категории. Например, вот у категории Canon мы делаем вложенную категорию ребенка, так сказать, да. И эта категория, это будет аксессуар для Canon. То есть, я не буду сейчас дополнительную создавать категорию. Ну, или даже давайте создадим название аксессуары. И вот здесь важный момент. Источник, да, мы выбираем. То есть, это категория аксессуаров именно для цифровой техники фирмы Canon. Соответственно, в категории аксессуары вы будете добавлять потом товары, именно аксессуаров. То есть, вы продаете еще аксессуары. Смотрите, что делаем. Сохранить, закрыть. Просто хочу пока вам показать, как это будет наглядно выглядеть. Именно с точки зрения вот этого модуля бокового обновляемся. Как только появляется родитель, да, появляется вот здесь сразу плюсик, видите. По плюсу раскрываются аксессуары. Видно, что ноль там продуктов. Во-первых, показываются и товары Canon. И вот здесь вот категория аксессуары. Соответственно, отсюда, если кликнуть по аксессуарам, мы также попадаем на эту страницу. Индивидуальная настройка категории. То есть, зайдем в аксессуары. Например, вам надо, чтобы там ничего не отображалось, да. То вот здесь вот можно выбрать там, например, что не нужно скрыть. И это будет действовать конкретно для категории аксессуары. То есть, внимательно посмотрите, что нужно скрыть. Я, честно говоря, не тестировал, но, например, что при клике на категорию Canon, да, вот здесь вот показаны еще аксессуары. Вот такая вот кнопка, как будто бы. Но это и есть, как бы, подкатегория. Если здесь визуально, я не знаю, возможно ли это отключить. Если это возможно, то это где-то здесь в настройках. Надо просто прочитать, посмотреть, где это отключить. Если вам это не нравится. Вы можете оставить, если вам нравится. Ну, то есть, чтобы здесь на странице Canon ничего не было лишнего, а все, что нужно в аксессуарах, человеку надо будет зайти, кликнуть в аксессуары, чтобы попасть, так сказать, в категорию аксессуары. Ну и момент. Я возвращаюсь в модуль. Теперь уже в опубликованный. То есть, это у нас теперь уже категории. Раскрывающиеся категории. То есть, раскрыть категории. То есть, сразу зайдем, чтобы вы просто знали. То есть, по умолчанию, где будут вложены категории, они сразу будут открыты. То есть, вот по плюсу не надо кликать, их сразу видно. То есть, для кого-то это может быть очень важно, чтобы это было видно сразу. Так, теперь дальше пойдем. Если мы зайдем внутрь любого товара. Здесь получается ситуация. Давайте зайдем, где есть описание. Вот в наш товар, с которым мы работали. Как только мы добавляем сайт бар. Сайт бар на страницу развернутого товара. То сайт бар, естественно, занимает позицию, место. И здесь у нас получается мало места для заголовка. Уезжает подложка и так далее. Здесь нужно посмотреть, какие есть варианты. То есть, сразу, да? Ну, так нельзя оставлять. У нас здесь что-то не так. Давайте посмотрим. Перейдем в шаблон. Перейдем на шаблон GM Appartments. Перейдем на третью вкладочку, да? И попробуем здесь чуть побольше сделать ширину каркаса. Вместо 1100 делаю 1200. Посмотрим, насколько это что даст. Сразу здесь вы не увидите изменений. Зажимаете горячие клавиши Ctrl плюс F5. Я уже ранее объяснял, зачем это нужно делать. Очищаем кэш браузера и видим. Все встает на место, да? То есть, буквально 100 пикселей я добавил в ширину каркаса, чтобы все уместилось. Возможно, это вариант. То есть, нет больше пробелов. Смотрится лучше. Но мы можем двигать ширину сайдбара, то есть, только его. Хочу вам показать, как это делается. То есть, это на этой же странице. Смотрите, вот здесь вот есть вот сетка модульных позиций. Мы прокручиваем ниже и находим здесь, видите, left column, левая колоночка. Все очень просто. Здесь есть такой плюсик и минусик. То есть, видно размер 3. Нажимаем минус, появляется размер 2. Ну, или прибавляем, что больше становится, да? То есть, делаем 2. То есть, достаточно будет сайдбар узкий. Но, может быть, вам так больше понравится. Сохраняемся. Сразу Ctrl плюс F5. Смотрите, что получается. Сайдбар узенький. То есть, в каком-то случае, может быть, даже вам больше нравится, да? То есть, не больно большой. Но, я вам так скажу. Вы в сайдбар разместите все модули сначала, которые вам нужны. А потом уже смотрите. Потому что, например, модуль входа, логины входа, вроде тоже ничего смотрится. Ну, и помните, вот эти вот картинки, вы видите, что получается. Их придется пересоздавать. Возможно, сами картинки делают большего размера. Появляются такие зазоры по бокам. Так же, наверное, и с товарами. Мы с вами уже это затрагивали, да. Такой момент. Например, если мы с вами оставим Left Column 2, но ширину самого каркаса вернем 1100. Что даст эта ситуация? Ctrl плюс F5. Естественно, сайт бар стал меньше. Ну, то есть, как он и был. Точнее, именно наш контент, да? Наш, так сказать, боди. А вот эта позиция, да, она меньше. То есть, если вам так нравится, можно оставить. Посмотрим. Ничего не уезжает, да? Так, давайте посмотрим. Все-таки тот товар, с кем мы работали больше всего. Все вроде ровно. Так, давайте посмотрим. То есть, здесь просто поиграйтесь, да? Как вам больше нравится. Итак, категории мы с вами, в принципе, разместили. Давайте теперь посмотрим следующий модуль. Итак, переходим в модули. Опять выбираем неопубликованные. Выбираем с вами DJ-каталог в фильтр модуль. Состояние опубликовано. Здесь заголовок. Можете написать все, что угодно. Фильтр продуктов или так далее. Позиция. Left column. Привязка. На всех страницах. Не забывайте это делать. А иначе модуль не отобразится у вас на сайте. Давайте посмотрим настройки. Показывать модуль. На какой странице будет отображаться модуль. То есть, можно выбрать везде. Только в списке товаров. В списке товаров и на странице одного товара. Давайте пока оставим везде. Название группы. Показать. Скрыть. Ну, чтобы понимать, что это такое, мы должны посмотреть сначала. Группы в аккордеоне. В аккордеоне. Используйте эффект аккордеона для разделения полей из разных групп. Ну, посмотрим. Пускай, да? Макет фильтров. Сгруппированный. Простой. Сгруппированный. Атрибуты будут сгруппированы согласно их группе полей. Простые атрибуты будут показаны все вместе. Опять же, надо смотреть. Дальше. Группа полей. Для каких полей фильтры будут отображаться? Для отображения всех оставьте пустым. Или, кликнув по полю, да, можно выбрать. Ничего. Датчик изображения. То есть, это те поля, вы помните, объективы, цвета. Это то, что мы с вами создавали. Но опять же, чтобы понять, как это работает, нам нужно будет это смотреть. Также информация про атрибуты. Категории. Все выбраны ниже. Все без корневой категории. То есть, вот он, выбор категории, да. И счетчик. Отображать количество товаров, совпадающих с каждым атрибутом. Ну, давайте оставим показать. Сохранимся. Пойдем на сайт, обновимся. И чтобы мы не настраивали с вами, модуль у нас не отобразится. У нас он не отображается, потому что, когда мы создавали фильтры, по-другому это у нас с вами экстра поля. У нас в каждом фильтре стоит нет в настройках отображения. Поэтому мы можем, это кстати хорошо, то есть мы можем выбрать, по каким фильтрам мы хотим, чтобы производился поиск по сайту именно по боковой колонке фильтра. Если, конечно, вам вообще нужен такой фильтр. Примерно, на демо сайте, вот фильтр, да, и вот такие параметры, чекбоксы. Например, по трансмиссии, кликнув по галочке, нажать, отправить, отсортировать только по этому параметру машину, да, на сайте. Соответственно, мы хотим, конечно же, да, выводить модуль сбоку. Поэтому мы с вами решаем. Например, мы хотим, чтобы человек мог искать по характеристикам матрицы, да, или давайте сверху начнем. Количество мегапикселей. Что здесь надо подключить? Использовать в фильтрах. Ставим да, нажимаем сохранить. Идем на сайт, обновляемся. Фильтр появляется. И здесь уже отображение. То есть сейчас радиокнопка стоит. Как это изменить? Вот тип фильтра, да, можно сделать, например, спадающий список. Сохранить. Обновить. И если вам так больше нравится, то есть я сделал только один вариант, у вас будет больше. И, например, количество мегапикселей, и здесь будет целый список. То есть я выбираю, нажимаю отправить, и по этому параметру находится аппарат. И так же появляется кнопка сброса. На главный, как правило, фильтр не используют, да. Вот сейчас я зашел на главную. Соответственно, давайте сейчас сначала с фильтрами разберемся. Подключим для полной картины другие фильтры. Объектив. Использовать в фильтрах, да. Давайте посмотрим. Чекбокс. Давайте прям в товаре посмотрим. В товарах. Вот появился чекбокс, да. Ну, будет много чекбоксов, когда в критерии будет больше вариантов. Еще раз хотелось показать вам, например, такую тему, как MinMax. Что это такое? Обновим страницу. Это вот, как бы, от какого до какого параметра производить поиск, да. Ну, это как вот цена. Минимальная, максимальная. То есть, диапазон цены, в каком диапазоне искать товар. Вот, соответственно, какой вариант вам больше подходит, тот и оставляем. Я выставлю чекбокс. Также здесь я выставлю тоже чекбокс. И зайду в другие моменты. Так, использовать в фильтрах, да. Чекбокс. И также я проделаю с фильтрами, которые я хочу, чтобы участвовали в этом поиске в сайтбаре. Итак, получается такая картина. Все же давайте я сделаю вот что. Зайду в шаблон. Пока временно я уберу размер левой колонки, потому что мне не нравится, слишком узко. Верну в размер 3. Сохранить, закрыть. Обновимся. Вот так, все-таки, наверное, наилучший вариант, когда пошире сайтбар. Но тогда здесь нам надо будет общий каркас увеличивать. И здесь нюанс есть еще один. Почему крепление объектива отображается отдельной категорией? И почему две кнопки отправить? То есть так оставлять нельзя. Все потому, что у нас экстра вот эти поля относятся к разным группам. То есть все, что в датчике изображения, да, смотрится как бы в одной колонке. Обратите внимание, крепление объектива у нас в объективе. То есть группу мы не можем поменять, да? Надо будет удалять это поле и создавать его заново, назначать нужную группу. Поэтому так происходит здесь. Ну давайте я пока просто сделаю. Использовать в фильтрах это нет. Что просто не портит общий вид. То есть оставим для ознакомления нам достаточно вот этих нескольких вариантов. Чтобы вы просто понимали, да, что вот у нас фильтр уже виден. Уже работает. И по этим параметрам можно производить поиск. Так, смотрим дальше. Возвращаемся в модуль. Заходим в наш фильтр. Давайте решать момент. На главной странице, как правило, фильтр не выводит. Несмотря на то, что показать модуль только в списке товаров, все равно на главную выводится. Первый момент. Перейдем сюда. Выберем только на указанных страницах. Отключаем главную, производителя. Там, где фильтр нам не нужен. Сохранить. Идем на сайт. Обновимся. Здесь его уже нет. Перейдем на внутреннюю страницу. Естественно, здесь фильтр мы видим. Он здесь и должен быть. И, соответственно, если нужно, чтобы фильтр отображался и в раскрытом, в одном товаре, тогда вы выбираете здесь в списке товаров и на странице одного товара. Название группы. Показать, скрыть. Если скрываем, скрываются названия группы, да? Ну, выглядит почище. А то смотрелось как-то немножко грязненько. Или еще как вариант. Если у вас экстра поля находятся в разных группах, то можно сделать аккордеон эффект. То есть, первый фильтр отображается. Кликаем по второму фильтру. Сворачивается первый. И тут может быть целый список во втором аккордеоне, да? Кликаем по первому. Опять показывается первый. Для этого я вернулся в экстра поле, который находится в группе объектив, активировал его вновь, вернулся в модуль, зашел в модуль фильтры и группа в аккордеоне выставил в положение да. И не переживайте, если у вас получилось вот так, с несколькими кнопками отправить, не придется ничего переделывать. Есть магическая кнопочка. Макет фильтров группированный. Просто выставляем простой, сохраняемся. Идем на сайт, обновляемся. И все получается в одной группе. То есть, все здорово. Очень гибко настраивается. Ну и далее настройки мы с вами уже смотрели. То есть, можно определить, для чего отображаться, для чего нет. Оставить пустые мысли для всех. Ну, в принципе, вот они все настройки. У нас с вами готов модуль фильтрации в сайт баре. Теперь давайте еще посмотрим, раз уж мы смотрим модуль DJ каталога, рассмотрим модуль поиска. Мы совсем забыли или не забыли, что также нам нужен и поле поиска для быстрого нахождения того или иного товара на нашем сайте. И такой модуль присутствует. Вот он у нас находится здесь. DJ каталог. Search модуль. То есть, модуль поиска. Можете как-то его назвать. Заголовок я все равно скрою. Включу. Позиция Left Column. И здесь небольшие настройки. Фильтрация. Выбор производителя может привести к отображению элементов, либо из выборной категории, либо из всех категорий. То есть, два переключателя. Все категории я оставляю. Показывать заголовок. Давайте посмотрим. Да, ну не забывайте, на всех страницах. В принципе, можно оставить. Иду на сайт, обновляю страницу. Поиск у нас появляется внизу. Я бы, конечно, поставил на самый верх, над логином форм. Здесь, чтобы модуль передвинуть наверх, мы прямо в модуле поиска справа порядок выбираем. В принципе, он у нас уже стоит. Попробуем сделать его четвертым. Сейчас, если не получится, есть еще один вариант. В принципе, он стоял первым, но почему-то он внизу. Значит, здесь закрываем. Идем опубликованные. Лучше отсортировать по позиции left columns. И здесь вот как раз таки кликаем вот сюда вот. Такие две маленькие стрелочки. Один раз кликаем. И поиск можем перетянуть наверх. Появляются такие три точки активные. Навожу на нее мышь. Появляется, видите, такая вместо стрелки. Четыре стрелки, да, в разные стороны. Зажимаем левую кнопку мыши. Тянем просто вверх. Все. Поиск наверху. Смотрим. Поиск наверху. Ну и, в принципе, мне не нравится, как он выглядит. То есть для него надо много места, чтобы кнопка искать была вот тут слева, да. Может быть, для поиска подошла бы какая-то, знаете, позиция. А возможно, не здесь. Давай сначала вам покажу. Зайду в поиск. То есть я вот эти кнопки. Показать заголовок, показать кнопку. Я бы отключил. И оставил бы вот так. В самом поле написано поиск. И, в принципе, давайте посмотрим, как работает сам поиск. Напишу просто 200D и нажму Enter. И он находит, действительно он работает. То есть он нашел реально один товар. Именно аппарат, который в заголовке имеет 200D. Поиск мы с вами проверили. Теперь момент. Давайте посмотрим, может быть, есть наилучшая позиция для расположения модуля поиска. Как смотреть позиции модуля? Я надеюсь, вы знаете. После нашего сайта ставим черту. Вопрос. Вот так вот, смотрите. Вопрос. TP равно 1, да. Подсвечивается модульной позиции. Вот таким образом. То есть название. Вот. Топ 1.3. И так далее. Но они у вас будут не видны. По умолчанию. Надо перейти в шаблоны. Перейти в настройки. И вот здесь вот просмотр позиции модуля включить в положение «Да». По умолчанию у вас будет отключено. То есть если вы не включите, вы их просто не увидите здесь. Две интересные позиции, которые мне нравятся. Точнее одна. Брэд Крампс у нас уже занята, да. Вот. Контент топ. Прямо над всеми элементами. Может быть, подойдет. Возвращаемся в модули. Поиск. Вставляю в поле поиска. Находится, видите, в поле поиска. Jam Apartments. Контент топ. Выбираем. Сохранить. Идем на сайт. Теперь, чтобы увидеть сайт, убираем из адресной строки вопрос TP равно 1. Нажимаем Enter. Да, поиск здесь, в принципе, показывается. Но с кнопкой. Давайте посмотрим. Может быть, даже так будет лучше выглядеть. Показать кнопку. Да. Смотрим. Да, видите, она как бы сбоку. И мне кажется, так даже лучше смотрится. Посмотрим сейчас. То есть я сейчас зашел, значит, в категорию, да. На страницу перейдем. Перейдем в товар какой-нибудь. Вот, возможно, это даже будет лучше смотреться. Раз уж мы с вами заговорили про поиск, вы должны знать, что мы, в принципе, можем вывести поиск в пункт меню, если это интересно. Перейдем в MyMenu. Перейдем в Создать. В заголовке пишем, например, поиск, выбор. Соответственно, есть два варианта. Поиск и умный поиск. Я вам предлагаю использовать умный поиск. Что такое умный поиск? И чем отличается он от обычного поиска? Обычный поиск – это просто поиск, поле поиска по сайту. А умный поиск, он и поэтому умный, что когда в поиске человек начинает с клавиатуры набирать ключевую фразу, то высвечиваются, подсвечиваются сразу подсказки, то есть аналогично, например, Яндексу поиска. Вот этим отличается. Соответственно, если мы выбираем обычный поиск, то выбираем формат поиска, сохраняемся. Сразу идем в Расширение плагина. Я уже включил у вас в отключенных. Это будет вот здесь вот в отключенных DJ Catalog. Я вам здесь покажу. Сейчас отсортирую. Плагин поиск DJ Catalog 2. И умный поиск DJ Catalog 2. Поиск для обычного поиска плагин у меня включен. Давайте зайдем в настройки. Тут только можно выставить ограничения. Главное – включить и закрыть. Смотрите, давайте сразу покажу, что дает плагин поиска DJ Catalog 2. Обычный. То есть при условии, что мы в меню с вами выбрали обычный поиск, форма поиска «Сохранить и закрыть». Обновлю страницу. Захожу в поиск. Вот этот плагин поиска, он вот здесь подставляет, видите, новую чекбокс «Категория товаров». Выбрав его, поиск будет работать именно по категории товаров, потому что поиск – это же стандартный джумла, и он работает по материалам, категориям и так далее. Благодаря плагину, который идет в составе компонента DJ Catalog 2, позволяет искать. Но я вам советую обычный поиск, плагин вообще отключить, перейти, смотрите, в поиск, посмотрим, как работает умный поиск. Выбрать. Умный поиск. Поиск выбираем. Сохранить, закрыть. Перехожу в плагины. Поиск DJ Catalog, наверное, уберем. И заходите в «Отключенный», включайте «Умный поиск». Вот так он выглядит, да? Включаете его, здесь никаких настроек нет. И чтобы система понимала и давала нам подсказки, когда мы что-то ищем, нам нужно сделать индексацию всего сайта. То есть надо зайти в «Компоненты», перейти «Умный поиск». У вас здесь будет пусто. Нажать «Индексировать». Давайте покажу сам процесс, если вы не знаете. Вот пока это окно у нас идет всплывающее, мы ничего не делаем. Нам нужно дождаться, когда оно исчезнет. Это занимает достаточно долгое время, в зависимости от товаров. Если у вас много товаров, ждите. Вот это нужно сделать обязательно. После этого обновляем страницу. Переходим в «Поиск». Поиск даже выглядит по-другому, да? Есть кнопка «Расширенный поиск», где есть критерии поиска. Смотрите, что я делаю. Я набираю «200», и он уже подсвечивает. Видите, название? «200D». «Искать». И он находит, видите, и подсвечивает здесь. «Зеркальный фотоаппарат Canon 200D». Ну, или более точный поиск – это будет «Cannon». То есть просто слово «Cannon». Вот я написал. Вот это и есть, видите, подсказочки. И, соответственно, сам вот этот поиск, он так не работает. То есть он сейчас… Давайте как сделано. Я нажму «Ctrl F5», чтобы очистить кэш, да? То есть сам вот этот поиск, если он вам не нравится, то есть я не знаю, будет ли он вместе с умным поиском работать. В принципе, он у меня сейчас уже подсвечивает тоже. В общем, на странице… То есть если вы хотите, например, оставлять поиск здесь, маленький вот этот, да? И страницу поиска тоже оставлять. Но только где-нибудь внизу в меню ее вывести. Но на странице поиска нам не нужно, да? Получается, два поиска отображаются. Ну, здесь, я думаю, вы уже догадались. Заходим в модули, переходим в поиск. И, соответственно, только на указанных страницах. И снимаем галочку, чтобы на странице поиска не было этого модуля. Сохраняемся, обновляемся. Вот. То есть получается, на других страницах-то будет вот этот поиск, да? А на самой странице поиска его не будет. Здесь свой как бы поиск. Ну, или другой вариант. Я не знаю. Не использовать модуль поиска DJ каталога, то есть вот этот поиск, да? А у Joomla есть свой же поиск. Умный поиск. Именно модуль. Зайти, активировать его, и будет умный поиск стопроцентный именно в модуле, как вот здесь. Тогда стоит вопрос, зачем тогда этот модуль DJ каталога 2? Непонятно. Значит, скорее всего, он тоже работает как умный. Итак, вроде с поиском разобрались. И последний модуль давайте рассмотрим. Я вначале говорил вам, смотрите, помните, мы смотрели вот этот фильтр, да? Вот он тут стоит, одинокий. Вот. Здесь можно сделать расширенный фильтр и добавить любое поле на основе экстра полей. Как это сделать? Нам нужно создать еще один модуль, то есть вот этот вот, который у нас здесь был фильтр. То есть вот здесь на странице. Вот этот фильтр, обычный, такой же модуль, можно так же, причем, что-то отобразить, что-то нет, именно в виде полей, да? Смотрите, как это работает. Его на самом деле проблематично вначале вам будет разместить, потому что он имеет такую хитрую, скрытую позицию модуля, то есть чтобы он отображался именно вот где нужно. Сейчас вы поймете, о чем речь. То есть у нас вот есть фильтр, так? Мы можем поставить галочку напротив этого фильтра модуля и нажать вот здесь на кнопку дублировать, сделать дубликат. Давайте теперь пойдем на сайт, например, на главную страницу и произведем с вами еще раз в адресной строке подпишем вопрос tp равно 1. Здесь мы не видим, я вот, по крайней мере, не вижу хитрую, скрытую позицию модуля. Давайте зайдем в каталог прям и уже на этой странице поставим вопрос равно 1, tp равно 1. Смотрите, вот здесь мы сразу видим такую ссылку, да, именно в этом режиме, то есть когда мы в строке написали слэш, вопрос tp равно 1. В этом случае мы видим вот такой вот расширенный поиск, то есть такая же шестереночка и ссылка появится, когда мы разместим правильно модуль. мы кликаем по этой ссылочке и вот здесь вот подсвечивается очень хитрная модульная позиция, именно название. Вы прямо отсюда ее выделяете и копируете, потому что в модульной позиции мы ее не найдем, ее там нет. Переходим в модули, переходим с вами неопубликованные, потому что мы сделали дубликат фильтра, вот он, видите, фильтр и помечается 2. заходим, пускай он так и будет фильтр 2, мы будем понимать где он находится, мы его опубликуем и здесь нажмем на крестик, и вот здесь поле поиска, вставим и нажмем Enter. Таким образом модульная позиция, ну, именно она нам подходит. Дальше, смотрите, здесь по настройкам в принципе разберетесь уже, здесь также все оставляю как есть, нажимаю сохранить, иду на сайт, захожу, например, в категорию, и вот она заветная, ссылочка расширенный поиск, да, и здесь мы видим с вами подставляются в принципе те же самые поля, как и здесь сбоку, то есть может быть кому-то удобно, вам не нужно будет выводить фильтр именно в сайт-баре, а сделать его только здесь, то есть вот так вот тут ссылка есть закрыть, вот так вот раскрыть, и также производить поиск по критериям, причем здесь можно большой такой список критериев разместить, да, более интересно, соответственно, заходя в сами поля, например, зашел в поле количество мегапикселей, да, и сделать тип фильтрации спадающий список, после обновления у нас остальные поля все чекбокс, а здесь будет спадающий список, ну и также он здесь делается спадающим, то есть вот так вот, чтобы вы понимали, как это все можно тут очень гибко настроить, и достаточно мощно, на этом данный урок я заканчиваю, и мы продолжим с вами разбирать компонент DJ Katalog 2 в следующем видео.